здравствуйте задаю такие вопросы и не мне видимо там люди ходят по сайтам и смотрю одни и те же и задают а вот при смене питания ну там сыроедение кто-то даже может про фотоедение спросит кто уловил что да то есть заметьте я вообще не говорю про каком-то тип питания у меня я рассматриваю четко как какой субстрат работает и вот у меня 3 3 фаза питания да я показываю как они работают в облака а все что в основном не называют проверьте то проверьте это ну там вот ну на несколько процентов что то там помогает но конечная сальдо в конечном итоге и не вкусно как правило какой-нибудь сок там стебли сельдерея жевать его никто не будет этот стебель и не натурально то есть и там понижает какие-нибудь плечи метаболизма и как бы причем здесь как бы тип питания не тип питания есть то что идет вот во благо повышает окислительный потенциал то есть увеличит количество электронов да не само даже дает а способствует тому что тело например благодаря минералам там и водной фазе начинает правильнее работать они понижают его за счет некоторых других веществ которые есть в тех же соках трав и овощей повышает кислотное плечо метаболизма способствует очищению да там как катаболизму лучше там что еще может быть ну питает как фруктовые углеводы в маленькой дозе а все остальное вот мы смотрим кроме моих так называемой стереофазовой системы до питания но там вот конечная сальдо то минус ну как лекарство может быть временно можно но я-то про пищу говорю пищи этого благо телу должна идти а не кому-то продавцу или вот успокаивать ум или успокаивать интоксика токсикоз да вообще с токсикозом надо бороться не ядами с токсикозом надо бороться там сорбентами промывкой да какими-то там регуляция очищения а у нас что происходит у нас люди борются с токсикозом через отравление да но об этом буду все время как бы напоминаю и спрашивают такие вопросы вот при смене питания например сыроедение там да ну или его облегчение улучшается ли зрение уходит ли седина истеляется ли диабет первого типа диабет второго типа но это бесконечно можно список продолжать но во первых конечно чем меньше вы убиваете тела тем ему легче даже если его травят там не знаю специально какие-нибудь душит его еще что-то делает то есть но зачем еще тогда добивать другой вопрос что человек люди не готовы провести причинно-следственную связь что убивающие субстраты которые вносятся внутрь это могут быть быть как пищевые так и вакцины так и лекарства я не знаю отравленная вода что там есть какая-то связь именно вот с тем что врачи поставят как диагнозы и теологии неизвестно наследственное все почему никак но и на об этом так много сказано вот у натуропатов да и что я здесь ну здесь нечего даже ответить то есть вот все что я перечислил да например тоже вот там ну вот зрение но портится почему ухудшается кровоснабжение там и головного мозга глаза продолжения да и мышц глаза да то есть на закисленном токсическом организме зрение не будет нормальным но там можно копаться психосоматики смотреть потому что там близорукость у человек который не хочет смотреть дальше себя дальнозолко старческая когда старик смотрит очень далеко все а не видит уже даже что вот вблизи он может сделать то есть это же все тоже не просто так да есть метафизика недугов но естественно при снижении токсикоза со временем улучшаются многие показатели и кровоснабжение мозга будет улучшаться обязательно а значит и зрение да будет лучше но там надо работать над конкретными и дальше будет причинами но уже на чистом организме да все уходит ли седина но надо смотреть почему это седина там бывает до минерализация идет нарушение пара какие-нибудь токсины по каких-то паразитов да могут участвовать тоже вот совместно то есть то есть надо там не обязательно только там нехватка цинка ну а нехватка тех же микроэлементов это всегда работа там желудочно-кишечного тракта да и опять же здесь нужно очищение ну дальше уходит ли диабет первого типа ну если это связано с пищей как правило большинство случаев это казеин и или глютен ну да вот на переход но когда вы убираете эти антигены то постепенно по мере очищения спадают проявления да потому что там еще надо очищаться от антигенов диабет второго типа ну мы разбирали что это хроническая интоксикация невидовой пищи да термически обработанные в том числе термически обработанными углеводами то есть клейстером который работает по дальше разлагается брожением и ну туда добавляется поражение печени токсической нагрузкой от мяса да то есть естественно что значит уходит сразу то есть проявление недуга они могут спадать как бы чем меньше вы себя травите но без очищения будет история виктория бутенко которая перешла на сыроедение там семьей им сразу стало легче там была куча смертельных заболеваний все здорово но потом пошли до проблемы как бы кто это просто это не ушли недуги то есть нарушение не ушли люди просто перестали в топку добавлять масла в огонь как говорят да но огонь то продолжает и там там 3 ты идет там надо вычищаться там надо работать но виктория бутенко скажет да я это делала да ничего подобного не то что то делала у меня есть пациенты которые там 20 лет что-то делают что-то вот ну не то как бы мало ли кто чего уговорит да и не сыроедение исцеляет а отсутствие во первых и даже не исцеляет мы скажем по-другому переход вообще то что вы помещаете в себя она не должно вредить а плюс раз вы тело доведено до вот нехорошего состояния оно должно еще помогать очищению вот о чем речь они о том что там спрашивают да и вот улучшится ли зрение седина диабет первого типа второго типа и как долго так питаться это ну это факт а вот ну я не кому-то будет смешно а тот скажет нормальный вопрос ну хорошо если у вас на благостном питании начинают уходить симптомы заболеваний зачем вы обратно возвращаетесь то есть что там у вас сработает как может то что убивает что-то вам давать какую-то пользу то есть это очень удивительно но это все равно что вы это какой-то бдсм что ли или вот как играют молодожены я не знаю по душе меня как бы ощущение будет более острое ну я просто непонятно то есть как как такое может быть вот что почему нельзя в облаго просто делать почему обязательно надо и вернуться к самоубийству вот мне это непонятно но я понимаю откуда эти вопросы но это может это бесконечности изучать как смена питания там что-то лечит лечит не смена питания отсутствие убий и самоубийство и и плюс еще разгребание того что было наделано это можно делать как и самим пищевым субстратом так можно и добавлять там гемопатию и то что называется фитотерапии да то есть это уже инструменты очищения но вообще в натуропатии очищение до ведет к исцелению на физическом плане но исцеление на физическом плане всегда сопряжено с очищением исцелением на тонком плане и вот эти все вопросы они идут от ума то есть это явно вот не тело вопрос то есть тело там может как бы вот подтолкнуть чего-то ему надо да это она не общается с вами именно разговорами но а вот это вот да это вот пережитки вот этого ума и скажем так и то есть люди рассматривают стоит ли улучшать питание делать его более благостным чтобы она мне там изменила зрение а если вам отвечу что нет вот ваше зрение не изменится например там и седина не уйдет то что значит можно не менять питание что ну давайте покажите что там вы вот так вот вы здоровенький такой как бы утверждать то что вы здоровы да это можно но это же тоже только там утверждение и поэтому как бы такой очень странный вопрос на самом деле андрей широков клуб эфра природоцелитель